Наливаем в сковородку растительное масло, я добавила чесночок, чеснок дал сок в масло, добавила морковь и теперь это все обжариваю. Когда морковь обжарится, я добавлю в морковь фарш и буду все пережаривать вместе. Добавила я фарш, посолила, поперчила фарш, его теперь постоянно нужно тщательно перемешивать, чтобы не было больших кусков и доводим до полуготовности и вот я уже совсем скоро буду добавлять томатную пасту и все перемешивать. Добавила я еще томатную пасту и добавила водички и теперь я это все протушу. Теперь я займусь соусом баланьеза. Для приготовления соуса мне понадобится литр молока, масло и 3 столовые ложки муки с горкой, приблизительно 50-60 грамм нам нужно. Сейчас ставлю кастрюльку на печку, добавляю масло, масло должно растопиться, в масло добавляю муку, венчиком перемешиваю и постепенно ввожу молоко. И это все должно провариться до состояния нежирной сметаны. Я снимаю одной рукой, как молоко я вливаю. Я вам, наверное, не покажу, потому что его нужно быстренько-быстренько, чтобы не было комочков, а разбивать венчиком. Влила я молоко все постепенно и теперь вот так вот нужно стоять, мешать, мешать, мешать до загустения нашего соуса. Я сейчас еще немножко посолю его и добавлю немножко перчика молотого. Вот мой соус. Смотрите, какой он прихватывался. Если я его выключу, отставлю, он еще загустеет у меня. Остынет и загустеет. Но еще минутки две он у меня побурлит. Самое главное, никуда не отходить. Постоянно тщательно перемешивать, чтобы быть внимательным, чтобы не было комочек. Если комочки, вы видите, что у вас образовались комочки, тогда перебейте через блендер его или через сито. Перетерите эти комочки. То есть он, видите, тянется. Ну все, я выключаю, отставляю, потому что он сейчас постоит, как я уже говорила, и загустеет. Субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует... 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 Такая лазанья у нас получилась. Я специально зажарила так вкуснее с зажаристой корочкой. Вот что у нас. Там еще есть бульончик, он напитывается. Я недавно достала, минут 5-7. Тут еще есть бульончик, он должен сейчас еще настоять, постояться. И тогда уже будем разрезать, пробовать и кушать. Но я надеюсь, это вкуснятина.